Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов Остин. Пожалуй, это самый романтический день в году, в который то или иной степени отмечают каждый, наверное, влюбленный. День Святого Валентина заставляет популярность, заставляет сердца биться чаще. Это действительно самый замечательный, наверное, праздник для влюбленных. Еще один замечательный повод признаться друг другу в любви, возможно, сделать даже предложение руки и сердца, кто, может быть, сегодня осмелится на это. Ну и, конечно же, сделать подарок для своего любимого человека. Сегодня в студии мы будем разговаривать о самых интересных, самых увлекательных историях любви. Узнаем, какая же пара у нас в Самаре самая романтическая. В общем, очень много интересного сегодня ждет. Конечно же, для, скажем так, тех, кто немножечко забыл, что День Святого Валентина близок и занялся работой, может быть, дом, семья, карьера. В общем, действительно замотался. Сегодня мы сделаем открытки своими руками. Замечательный подарок, мне кажется, любому влюбленному человеку понравится этот такой сувенир. Что ж, вы не упускайте свой шанс признаться в любви в прямом эфире. 202.11.22. Ждем ваших звонков, ждем ваших поздравлений и приветов. Кстати, зачитаю некоторые приветы и поздравления в течение эфира, которые вы прислали нам в социальные сети. Так что ждите своего поздравления, подсаживайте своего любимого человека поближе к экрану и говорите, вот, слушай, сейчас я тебя поздравлю. В общем, мы начинаем наш эфир. Хочу представить наших гостей. Сегодня это, наверное, такие самые романтические девушки, по крайней мере, две из них точно. Ну и третья у нас вообще невеста. Итак, знакомьте, это у нас Юлиана, она невеста, она готовится к свадьбе. Думаю, это самая сейчас замечательная пора в ее жизни. Так, Юлиана, соглашаетесь со мной? Ну да, не спорю, тут не поспоришь. Отлично. Ольга, мастерица, сегодня как раз нам покажет, как же сделать такие чудесные открытки, которые лежат у нас на столе. Ну или, по крайней мере, что-нибудь полегче, да, может быть, вариант какой-нибудь. И Анастасия тоже присоединяется к этому делу, делает такие чудесные открытки. В общем, сегодня узнаем, как же порадовать своего влюбленного, любимого человека, родного, близкого вот такими замечательными сувенирами. Многое другое нас ждет впереди. Узнаем, как же провести День влюбленных, но это во второй части программы. И, конечно же, разыграем приз. В общем, смотрите, следите за эфиром. 202-11-22, телефон ждет ваших звонков. Ну, девушки, рассказывайте, вы сегодня будете праздновать День 10-го Валентина. Отмечайте, как будете? Юлия, ну давайте с вас начнем. Да, давайте с меня. Ну, я, пожалуй, начну с того, что, если честно, я признаюсь, я вообще всегда считала этот день неким таким бессмысленным, я даже так скажу. Есть противники у нас в студии День 10-го Валентина сегодня? Почему? Объясню просто-напросто потому, что для признания любви и для сделать что-то приятное своему любимому человеку, я думаю, не стоит выделять всего лишь День в году для этого. Это можно делать и во вторник, и в четверг, и 25-го, и 1-го. То есть я даже несколько вам скажу, что это все-таки День для таких ленивых. Для ленивых? Да, скажем так. Ну вот, сегодня как раз будем делать открытки. Ладно, хорошо, ленивые собрались у нас сегодня в студии, ленивые собрались перед экраном, телевизор, почему бы и нет? Ну вот, может быть и такие. В общем, вы считаете, что повода для праздника, чтобы устроить, мы с вами молодого человека, праздник не нужен? Ну, праздник можно устроить всегда. Мы вот, например, сегодня, у нас годовщина просто. У вас годовщина, ну рассказывайте. Да, у нас как бы три с половиной года, и поэтому мы будем отмечать свою какую-то дату, естественно, ну не столько, как сколько вот День Святого Валентина. Какое-то такое отношение к нему, к этому празднику немножко безразличное, я бы сказала. Ну что ж, я думаю, вы нам расскажете историю своей любви чуть попозже. Пока все-таки хочу спросить у наших девушек, мастериц, скажите, вы как-нибудь будете отмечать здесь на Валентина, занято ли ваше сердце, влюблено ли оно? Ну, сердце, хочу сказать, занято, но особенным день я это не считаю. Мне кажется, в принципе, этот день еще раз рассказать о своих чувствах человеку. Также вот я согласна с Юлей, что это можно делать каждый день. Но этот сегодня, сегодня просто это сделать по-особенному. Ну, сегодня же какой-то вот запах любви, на самом деле, влетает, мне кажется, в воздухе. Можно вот как-то все так романтично, все замечательно, все в сердечках. Провести этот день вместе, это обязательно сегодняшний вечер. Ну и... Приготовить что-нибудь особенное. Да, приготовить что-нибудь особенное. Ну, я предлагаю все-таки сразу приступить к делу. Давайте приготовим что-нибудь особенное. Вот так. С кого начнем? Кто нам будет покажет первый мастер-класс? Давайте я. Давайте. Скажите, что для этого нам понадобится, чтобы наши телезрители, может быть, нашли у себя, вы, может быть, сбегали быстрее по магазинам, или... Так, нам понадобится бумага различной плотности. Вот, бумага с тиснением. Маленький кусочек у меня тут вот он с рисунком. Клей универсальный, резак, ножницы. Такой жидкий жемчуг, полубусинки получается. Даже такое, да, есть? Да. Жидкий жемчуг. Интересно. Дракол, угла фигурный. И различные декоративные элементы, там, цветочки, бусинки. Это кто что хочет, кто на что гораст. Кто что хочет, что больше нравится. Да, возможно. Да, бусинки. И, я так понимаю, мы распечатываем, вот, вижу у вас текст, поздравление самого. Да, да, это как без поздравления внутрь. Поэтому я, думаю, уже распечатывала, приготовила, здесь только сделаю красивые углы. Что ж, ну, я понимаю, что сейчас вы будете что-то это все склеивать между собой. Да, да, да. Пожалуйста, занимайтесь, не будем вас отвлекать. Сейчас пока поговорим с нашими девушками. Ну, что ж, выяснили, что день с того Валентина, это, как бы, еще один повод среди разнообразных других дней, когда можно все-таки своему молодому человеку или, наоборот, девушке признаться в любви. Но, все-таки, он такой особенный, он такой замечательный, он такой один у нас в году, согласитесь. Юлиана, хочу спросить у вас, как вы познакомились с молодым человеком, как идет подготовка к свадьбе? Давайте нам какой-то ажиотаж создадим здесь в студии, чтобы все захотели. Ну, у нас, в принципе, история знакомства, как бы, несколько стандартная, я бы сказала. У нас дата 14-13, некая вообще символическая для нашей пары. Мы познакомились 13-го, то есть на день рождения у друга, и, как бы, начались отношения у нас тоже 13-го. То есть, как бы, вот так. И свадьба у нас будет тоже 13-го. Ну, как бы, все. Не боитесь этого числа? Нет. Вот по жизни как-то так вот идет, что вот оно сопутствует всегда со мной, и поэтому, нет, не боюсь. То есть, как бы, стандартное начало знакомств, я бы сказала, дружба, общение. Ну, первая встреча была такая, мы вообще не взлюбили друг друга очень сильно. От любви до ненависти. Да, да. Точнее, наоборот, от ненависти до любви. Ну, даже не чуть-чуть, а вот очень сильно не взлюбили друг друга, вот, всякие какие-то постоянные замечания в сторону друг друга. Потом это все даже неплавно, резко переросло в страсть, в любовь, и вот до сих пор, как бы, мы вместе счастливо и готовимся к свадьбе. Это прекрасно, действительно прекрасно. Что ж, я хочу вот зачитать одно из поздравлений, которое наши телезрители отправили к нам в социальные сети. «Итак, поздравляю с днем с того Валентина, моего любимого Артемульку». Вот так вот, такое интересное, такое интересное имя придумала своему любимому. «Я невероятно рада, что ты есть в моей жизни, люблю тебя, и так будет всегда». Так что, Артемулька, поздравляю тебя, что у тебя такая замечательная девушка. Или вот еще одна телезрительница, Аджелика Самаркина, говорит, что «хочу поздравить своего любимого папу Владимира и свою маму Марину с днем всех влюбленных». Ну что ж, папа Владимир и мама Марина, ловите свой привет, ловите свои поздравления. У вас замечательная дочка. Привет и поздравления будут звучать дальше в нашем эфире. Смотрите, слушайте. В общем, и, конечно же, подключайтесь. 202-11-22, звоните к нам в студию, расскажите, кого же вы любите, что же вы будете сегодня делать, как будете необычно праздновать вот такую замечательную дату. Ждем ваших звонков, всегда им рады. Хорошо. Анастасия, расскажите, пожалуйста, у вас, может быть, история любви какая-то интересная? Что у вас такого интересного произошло? Почему вы выбрали именно этого человека? Ну, мы познакомились, как это сейчас, в общем, я думаю, нередкость, в социальных сетях. Встретились, начали общаться, и так вот наши общения переросли в чувства. Вот уже тоже, ну, тоже какая-то дата, уже у нас будет год, как мы встречаемся. Это прекрасно, действительно. Буквально через несколько дней. Вы собираетесь вот присоединиться к Юлиане, стать невестой? Нет. Сегодня вас ждет предложение? Нет, невестой я пока и сама не собираюсь стать. Еще погуляю. Еще погуляете? Ну что ж, действительно, можно и немножечко еще погулять. Что у нас делает Оля? Оля, расскажите, к какому процессу вы уже приступили? Приклеиваю сердечко к основе. И сейчас уже дальше буду делать такие вот бусинки, полубусинки на нем. Как раз эти полубусинки? Да, да, да. Я несколько дома сняла специально, чтобы здесь это долго времени много не занимало. И остальное вот сейчас буду делать. Приклею и... Замечательно. Можете нам рассказать, кстати, Анастасия и Ольга, к вам обращаюсь. Вот можно сделать открытки. Ну, догадается человеку, допустим, я, к сожалению, к этому прекрасному делу не имею никакого отношения, я догадаюсь сложить бумагу пополам. Вот. Чем мне, такому вот не совсем творческому человеку, я имею в виду в плане открыток и в плане рукоделия, можно украсить необычным? Вот какие-то ленточки... Бусинки, ленточки, да. Это не необычные бусинки. Что еще можно? Ну, Куська, подумайте. Ну, мне кажется, проще взять, даже если бумага есть разных фактур. К примеру, там красная, розовая. Или, может быть, есть бархатная бумага, зеркальная. И соединить эти бумаги в одну, проналожить, как-то красиво сердце вырезать, и уже будет у вас прекрасная открытка своими руками. И вам понадобится только бумага, ножницы и клей. Ну, замечательно. То есть минимум затрат, максимум красоты. Самая главная фантазия. И любовь, наверное, к тому человеку, которому ты делаешь. А остальное, в принципе, все можно купить в магазине. То есть все, что нужно для открытки. Магазинов у нас сейчас очень много. Также я заказываю в интернете. Поэтому, в принципе, все можно это... А сколько вы тоже, кстати, занимаетесь таким делом? Я занимаюсь этим год. Год. Ну, вот ваши работы, знаете, говорят, что вы дольше занимаетесь. Потому что это постепенно все покупается. То есть это все не изначально я пошла, купила там на определенную сумму. Это все постепенно. То есть там потом вот это понадобится. Потом, может, уже что-то другое. И поэтому это вот все накапливается. Накапливается уже много различных фигурных дараколов дома. Много цветов, много бумаги, различные фактуры. Поэтому уже из этого складывается. Анастасия, а вы сколько занимаетесь? Я не так давно. Это буквально, может быть, пару месяцев. Но сначала это началось, в общем, где-то год назад, наверное. Моя первая открытка была год назад. Ну, в общем, так и получается. Что я захотела сделать подруге подарок. Ну, а покупать открытку в магазине я не хотела. Посмотрела в интернете, сама посидела, подумала, сделала. Потом другой подруге тоже захотела сделать такой же подарок. И вот так вот закружилась. Теперь хочу это в массы. Ну, отлично. Замечательное желание. Что ж, девушки, я предлагаю прерваться на небольшой сюжет. Житель нашего города Миша Самарский прислал нам поздравления. Он поздравил всех мам с этим замечательным праздником. С Днем всех влюбленных. Предлагаю посмотреть этот небольшой ролик и вернуться к нам в студию. И узнать, что же необычного сделают наши девушки-мастерицы. Смотрим. Всем привет. Меня зовут Михаил Самарский. В силу обстоятельств у меня пока нет девушки. Но это не значит, что мне некого поздравить в этот светлый и позитивный праздник. Девчонки, вы на меня не обижайтесь. Но вам слово «люблю» говорят часто. А вот сказать это маме, к сожалению, мои сверстники нередко стесняются. Это неправильно. Поэтому хочу сегодня поздравить не только свою маму, но и вообще всех мам нашей страны. Дорогие наши мамы, мы вас любим. Поздравляю вас с праздником. Вы наши самые-самые красивые и неповторимые. Будьте счастливы. И в этот прекрасный день позвольте мне подарить вам свое стихотворение. Мама, мама, слово-то какое. Пальцы замирают над листом. Птица, солнце, что-то неземное. Не расскажешь запросто о нем. Впрочем, мама, даже и не слово. Это песня. Песня на века. И каждый раз все в этой песне ново. Она, она словно чистая река. Мама, мама, прошепчу я снова. Подойду к ней, нежно обниму. В миллионный раз сказать готов я. Мамочка, мамуля, я тебя люблю. 202-11-22, телефон нашего прямого эфира. Пожалуйста, звоните, расскажите, кого же вы любите. Признайтесь в любви своему родному и близкому человеку. И вообще расскажите, как вы собираетесь сегодня праздновать День Святого Валентина. По этому же номеру вы можете позвонить к нам, если захотите пойти на концерт Аллегровой. Кстати, это последний билет, последняя возможность пойти на прощальный тур этой певицы. Сможете пойти, сможете выиграть билет, если правильно ответить на наш вопрос. Вопрос звучит так. Кто из древнегреческих богинь была покровителем брака? Брака, хочу вам именно указать на это слово, не любви, а брака. Кто из древнегреческих богинь была покровителем брака? 202-11-22, звоните, и практически билет у вас уже в кармане будет. Мы переходим к нашим девушкам. У нас Ольга заканчивает уже делать свою открытку, да, Оль? Да. За время сюжета приклеила розочки. Да, цветочки. Сделала вот такие маленькие полубусинки. Что ж, ну вот эта открытка, мне кажется, все равно подходит больше для девушек. Она такая нежная, романтическая. Да, да, я думаю, это все-таки такое, девчачья. Молодым людям, мне кажется, сделает как раз Анастасия. Ну да, дерзкий красный цвет. Поагрессивный красный цвет. Давайте, Анастасия, расскажите, какие материалы тоже будем использовать для шансов. Здесь картон вырезали уже заранее, также вырезали уже квадраты, и вот сердечки надо будет вырезать из бумаги. Здесь вот есть, как войлок представлен, также картон только другого цвета. Такой тканевый картон, я бы назвала его так. Для не знающих людей. Такая надпись готова уже с любовью будет. И такие вот нотки красивые. Интересно, для такого творческого человека, молодого готовимого открытку, я так понимаю. Музыкантом. Что ж, вы приступайте к изготовлению своей открытки. Юлиана, хочу вас немножечко помучить еще вопросами к подготовке свадьбы. Скажите, уже выбрали место свадьбы и так далее. Давайте ответим на вопрос мой чуть-чуть попозже, пока приму звонок нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Елена. Елена, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы будете сегодня праздновать День Святого Валентина? Да, буду, конечно. А как вы будете его сегодня праздновать, если не секрет? Мы хотим в кино сходить с молодым человеком. В кино сходить. Ну, действительно, почему бы и нет, тоже хорошая альтернатива празднования День Святого Валентина. Что ж, Елена, я так догадываюсь, вы, наверное, хотите забрать последний билет на концерт Аллегровой. Правильно? Правильно. Отвечайте на вопрос. Кто из древнегреческих богинь был покровителем брака? Юнона. Юнона, действительно, это правильный ответ. Что ж, вас поздравляю. Вы получаете билет на двоих, отправляетесь. Уже завтра состоится это событие. Желаю вам замечательного вечера. И, конечно же, желаю вам любви и счастья. И сегодня прекрасно проведите этот вечер. Что ж, как вы готовитесь к свадьбе? Ой, очень обширно все у нас происходит. У вас будет пышная свадьба, я так понимаю. Ну, я думаю, что это одно из самых важных критериев, какая, в принципе, должна быть свадьба. Несмотря на то, что вот еще где-то полгода у нас остается до даты, я вот лично начала готовиться с декабря. Ух ты. Да, еще совсем недавно я вообще, в принципе, была против свадьбы. Не именно, ну, вот как-то вот в общем была против свадьбы. Я считала, что это, ну, немножко событие как бы не для меня, а слишком много затрат. А как же так вы хотели? Я очень эмоционально и впечатлительная. И вот именно вот это событие для меня как бы, я так предполагала, что будет затративать много нерв, очень много вот эмоций, у меня это все будет кипеть, бурлеть. В принципе, я подтвердила свои ожидания, но, как оказалось, то, что это так приятная неожиданность такая, даже когда вот сидишь, вот это все ищешь, вот это ездишь, смотришь, общаешься с людьми, которые тебе что-то советуют, приятная усталость от этого даже так. В общем, счастливы, что сказали да. Да. Ответили да. Хорошо. Ольга, вы у нас заканчиваете, да, открыточку? Да, готова. То есть, по большому счету, фантазия нам подсказала, как нам сделать вот лицевую сторону открыточки, да. Поздравления, можно скачать с интернета, можно подглядеть в какой-нибудь книжке, можно, конечно, лучше придумать самому, наверное, и вот красиво наклеиваем так. Да. Аккуратненько, ровненько. Угу. И вот получается такая вот нежная открытка. И что же, скорее всего, для девушки, да, для любимой. Скорее всего, для девушки, да. А часто, кстати, мужчины обращаются к вам, да, открытками? Нет. Очень редко. У меня буквально было, наверное, ну, за все время, вот за год, наверное, только два мужчины, то есть вот два парня, которые для своих девушек заказали открытки. То есть, обычные девушки. Молодые люди, что это такое? Ну, Куська, давайте, звоните к нам в эфир, узнавайте, как у Оли забрать эти замечательные открытки и дарите сегодня своим девушкам в День Святого Валентина. Я думаю, замечательный подарок. Ну, посмотрите, какая красота. Любой девушке понравится, честно, я вам рекомендую. Очень приятно будет. Очень приятно будет. Хорошо. Анастасия, вы на каком этапе находитесь? Вот сейчас вырезаю последнее сердце и начинаю все приклеивать. Хорошо. Вы занимаетесь своим делом. Я зачитаю еще пару поздравлений, которые прислали наши телезрители. Итак, поздравьте, пожалуйста, просит девушка, «Моего любимого мужа Александра, с днем всех влюбленных. Хочу, люблю тебе сказать, такого мужа отыскать смогла на свете только я. Безумно знай, люблю тебя». Жаль, что без подписи. Ну, смотрите, какое замечательное поздравление. Ну, думаю, муж Александра обязательно узнал, кто же это ему прислал. Ждем от вас звонков, ждем от вас поздравлений, ждем от вас признаний в любви. 202-11-22. Телефон всегда ждет и рад вашим звонкам. Звоните. Сколько будет длиться процесс изготовления открытки? Примерно занимает один. Вот такой сложный вы делаете, я отвечаю тебе. Можете так? Самое сложное – это вырезать все, рассчитать, чтобы ровненько все по линейке. А приклеивать это достаточно и пяти минут, даже может быть меньше. Изначально нужно понять вообще, что ты хочешь, какая открытка должна быть. То есть представить это все, а потом уже… Что ж, хорошо. Думаю, мы с вами доделаем открытку. В следующей части нашей программы обязательно пока предлагаю посмотреть сюжет. Сюжет посвящен фотосессии ко Дню всех влюбленных. Вообще очень много мероприятий будет сегодня, может быть завтра и даже до выходных продлятся. Какие-то уже прошли. В общем, поговорим об этом во второй части программы. Что же ожидать сегодня вечером, что же ожидать вообще к Дню всех влюбленных. А пока смотрим сюжет и возвращаемся к нам в студию. Вместо Купидона фотограф, вместо стрел любви – фото вспышки. Но вот влюбленная пара – настоящая. Елена и Артем вместе уже не первый год, но в совместной фотосессии принимают участие впервые. Такой шанс упустить не могли, признаются ребята. Уж слишком заманчиво было предложение. Профессиональный фотограф, шикарные декорации и очень демократичная цена. Чтобы мы оделись, купили конфеты и приехали. Тут очень красивая обстановка, можно было уже ничего не придумывать дополнительного. Love Photoset – именно такой подарок решил сделать фотограф Руслан Зубко для всех влюбленных Самары. Принять участие могли все желающие, таковых, кстати, насчиталось более 20 пар. Возникла идея, пришла моей супруге Насте, которая предложила идею создать к Дню Святого Валентина что-нибудь необычное. Необычно действительно получилось. Каждой паре был выделен ровно час для того, чтобы раскрыть свои чувства перед фотографом. Настроиться на романтический лад без сомнения помогали декорации. Сотворил эту красоту профессионал своего дела, флорист-дизайнер Дмитрий Зудин. Скажите, пожалуйста, сколько времени ушло с задумки эскиза до воплощения декораций? Придумали за пару часов, а воплотили вчера в течение всего дня. А что-нибудь было такое, что не вошло в план эскиза, но вот родилось сейчас буквально наяву? Да, мы заменили дерево на более изящное и с цветами. Давай эмоционально. Ага, да. Артем, а ты эмоциональный такой прям. Нам все очень понравилось. Спасибо большое команде фотографов. Было все сделано профессионально, шикарно. Настроение было приподнятное, хорошее. Ну, мы, думаю, все, вернемся. Да? Да. А будет ли куда возвращаться? Ожидать ли подобного фотосета в скором будущем? С этим вопросом мы обратились к Руслану. Да, ответил он нам. Я думаю, что скоро мы еще придумаем что-то новое, что-то более грандиозное. То, что покорит сердца наших клиентов. Заинтригованы? Вот и славно. Так что не расстраивайтесь, если не смогли стать участником этого мероприятия. Готовьтесь к новым фотовстречам. Вот такое прекрасное мероприятие прошло в прошлые выходные. А что же нам ожидать сегодня, как раз узнаем у наших новых гостей. Итак, знакомьтесь, это у нас Павел Яров и Екатерина Борозняк. Здравствуйте, ребята. Вы организаторы мероприятия на площади Куйбышева. И по совместительству еще влюбленная пара. Правильно ли я понимаю? Ну что же сегодня состоится? Что это такое? Что же ожидать? Какие сюрпризы готовятся? И в общем, заинтересуйте наших телезрителей. Ну сегодня нас ждет встреча в сердце любимого города, где все любленные, одинокие сердца могут прийти, насладиться праздником во всей его красе. Что там? Также поучаствовать в конкурсах, в викторинах всяческих, покататься на коньках, сфотографироваться с прекрасными сердцами огромными, которые будут там ездить, и просто провести прекрасное время, потанцевать под зажигательную музыку, петь, плясать, все что угодно, все для наших жителей. Хорошо. А сколько состоится мероприятие? А сколько же наши влюбленные сконцентрируются на площади Куйбышева? Ну начнется все в 18.00, вот, и праздник продлится до самого эпогея. Также хотелось отметить то, что мы приготовили довольно-таки интересную фишечку, то, что каждый влюбленный, ну и вообще в принципе любой человек может прийти на площадь Куйбышева, на площадь Куйбышева, на каток со стороны улицы Вейлоновская. Вот, но я думаю, каждый, кто придет, найдет сразу же это место. Это прийти и поздравить свою любимую, свою маму, близких, сотрудников там по работе, ну, то есть любимого человека с праздником на большом экране. Ух ты, как интересно все будет. В эфире, то есть прям вот так оно. Замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, вы звоните к нам в прямой эфир 202-11-22. Поздравьте своего любимого человека с этим замечательным праздником. Расскажите, что вы его любите. Хотя он и так, наверное, знает, но все равно все-таки будет приятно ему. 202-11-22. Также можете уточнить у наших организаторов какие-то интересные вам вопросы. Спрашивайте, не стесняйтесь. Думаю, вы ответите обязательно на них. Обязательно ответите. Обязательно ответите. Что ж, я предлагаю немножечко все-таки спросить у Анастасии. Она там у нас трудится и делает какую-то открытку замечательную. В общем, у нас такие сердце на сердце получилось. Да. Вот это наши телезрители. Вам нравится? Вы вот их окна не дарили друг другу? Скажите, делали, может быть, друг другу? Еще не успели. Еще не успели? Вот берите мастер-класс у наших рукодельниц и вперед с песней, как говорится. Хорошо, ребят, как вы обычно празднуете День святого Валентина? Есть ли какие-нибудь традиции у вас, может быть? Вы помните, в школе я учил стихи на английском языке. Там Happy Valentine's Day. Вот. Но сейчас все довольно-таки проще проходит. Без школы. Без стихов. Без стихов. Да нет. Ну, стихи имеют место быть. Вот. Ну, праздновать ее можно по-разному. Можно сходить в кино, в ресторан. Но можно прийти на площадь Кубишо. Да. Вот давайте, кстати, наших телезрителей заинтересуем. Может быть, вы подбросите какие-нибудь идеи. Вот не знают наши влюбленные, что же сегодня им делать. Они будут сидеть и смотреть какую-нибудь драматическую комедию у себя дома. Что можно интересного пожелать? Ну, конечно, кафе, да? Замечательный повод. Какая-нибудь драматическая прогулка. Конечно. Можно погулять по прекрасной Самаре. Ну, съездить, например, в центр города. На прекрасную улицу Ленинградская. То есть, ну, гулять в историческом центре, так сказать. Так место так благоволит как раз. А, на Абережную отправиться, да? На Абережную, да. Черпайте вдохновение, дорогие влюбленные, на сегодняшний вечер. В общем, смотрите, как много мест для проведения этого праздника. Ну, и, конечно же, на площадь Кубишо. Да, кстати, хотелось бы отметить то, что будет создана на этом празднике книга. Книга самарских знакомств, на которых каждая влюбленная пара может написать место знакомства. То есть, фамилия, имя, там, как познакомились. И потом это все мы можем увидеть, ну, в наших социальных сетях. Посмотрите, вот-вот-вот, вот это наше знакомство. Да-да-да, именно так. Что ж, я хочу еще зачитать несколько поздравлений от наших телезрителей. Вот такое очень деликатное. Добрый день. Всех с праздником. Всех с праздником. Хочу поздравить моего супруга Александра с Днем Святого Валентина. А также его поздравляет его доченька Ксюша. Мы очень сильно тебя любим. Он у нас самый лучший, красивый и любимый. Заранее благодарен. Что ж, спасибо, что поздравили всех. Спасибо, что написали. И вот еще одно такое поздравление. Поздравляю своих друзей с Днем Святого Валентина. Женечку Диманов, Никиту и Рому. И своего самого замечательного молодого человека Олега. Люблю, целую. Тоже без подписи. Но думаю, все эти многочисленные молодые люди поймут, кто же их поздравил. Хорошо. С поздравлением вроде бы разобрались. Вроде бы все зачитала. Звоните к нам. 202-11-22. Быть может, чье-то поздравление не затерялось. Поздравьте сами своего молодого человека или свою девушку. В прямом эфире ждем ваших звонков. Хочу, знаете, к чему обратиться? К школьным годам. Все помнят Почту Купидона, эти Валентинки. Расскажите, вы участвовали в этих мероприятиях в школе? ЗАГС был? ЗАГС есть. Я бы так сказал. Всегда имеет место быть в школе и в университете. Всегда был ЗАГС. Но, честно, вот у меня не доходило до того, чтобы я... Не женились? В детских лагерях было такое. Но не в день 14 февраля. У меня в школе, да, у нас был большой ящик, куда все бросали. И все очень так стеснялись побросать туда Валентинки. И только пока там идут уроки, отпрашиваясь в туалет. И по-тихому, чтобы никто не увидел. Бросали их, потом разносили по классам. Это было так волнительно, так лично. Я этого так ждала. Я думала, что вот, наверное, мне кто-нибудь признается в любви. И мой принц прибудет ко мне с другого класса. Ну да, были, конечно, да. Были Валентинки. Но чаще всего это было от моих подруг, от девочек, скажем так. Но одна-две было стабильно от какого-нибудь мальчика. Но, к сожалению, без подписи я так и не узнала, кто же так сильно меня любил в школе. Таинственный, влюбленный человек. Анастасия, у вас были подобные истории? То же самое. Только мы потом с девочками еще считали, у кого больше Валентинок. Такой конкурс был. Самая популярная девушка в день Валентина, да? Вот так вот. Хорошо. А каких-нибудь конкурсов? Вот не было там, не знаю, мисс Валентина, мисс Валентин? Что-нибудь такое не устраивали? Нет, такого не было. Как покреативнее что-нибудь? Ну нет, до такого дела не доходило. Но обычно, да, был ЗАГС, была почта Купидона. Ну да, и по-разному вообще называют. Почта любви, почта Купидона. Почта, да, да. У кого какая фантазия называет? Ну самое главное, это было, скорее всего, для меня, это выучить стих на английском, прийти домой и родителям рассказать то, что как я умею на английском, говорить, ну там в пятом классе. Для меня это было очень хорошо. Действительно, мы не были сыночек, любим тебя. Ну да. Вот и все признание. Хорошо. Вы доделали свою открытую Анастасию, можно показать ее нашим телезрителям в таком виде? Вот она больше, наверное, мужчине больше подходит. Да, она больше для мужчин, потому что такая она какая-то строгая, геометрическая. И отойти от формата Валентинки обычно, там, значит, сердечко, а это обычная, как открытка, но слепая ее. Хорошо. Каким-то мастер-классом, кстати, брали, вот вы говорите, что недавно занимались. Может, брали каким-то мастер-классом или своя фантазия? Нет, сама. Да. Также вот если есть заготовка, вот, например, нежный розовый бумаг, но это, опять же, больше для девушек, если дарить. Любая лента. Это как раз, как украсить легко и просто, и со вкусом. Да, очень быстро. Делаем бантик красивый. С первого раза, конечно, бантик не всегда красивый получается. Ну так же, как и галстук. Вот. Ну, лишнее, естественно, мы обрезаем. И уже что-то празднично смотрится. Да. Также можно сюда нежно-розового цвета или даже если красное, так же сердце вырезать. И уже будет открытка и займет это пять минут. Отлично. Давайте примем звонок нашего телезрителя. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Ну, к сожалению, убежал наш телезритель поздравительно вернул своего любимого человека. С праздником. Дозвонитесь к нам, 202-11-22, телефон. Все ждет ваших звонков, все ждет ваших поздравлений, приветов и, конечно же, признаний в любви. Хорошо. У меня для вас тоже небольшой сюрприз есть. Видите, вот тут лежит вишенка, тут лежат взбитые сливки. А так как в начале передачи мы немножко сказали, что у нас такой день лентяй сегодня, да, на скорую руку делаем вы лентенькие красивые. И вот предлагаю на скорую руку сделать красивый, вкусный десерт для своего любимого человека. Называется десерт «Необыкновенно красиво. Вишня под снегом». Вот так вот. На самом деле, рассказываю, вы можете пока помогать мне раскладывать вишенки в каждую тарелочку, чтобы мы все попробовали потом это. Да, прям немножечко вишенки. На самом деле, рассказываю, все это делается очень долго, вот такая правильная версия, скажем так. Варится вишня, варится она там с сахаром, долго это все должно кипеть, чтобы получился такой джем. После этого взбивается яйцо, чтобы это красивый, у нас получился такой красивый крем. Вот. Упрощенная версия, гораздо проще. Мы кладем вишенки в наши красивые тарелочки и берем незаменимые взбитые сливки. Вот и сейчас посмотрим, какая красота у нас получилась. Вот. Скажите, пожалуйста, вы будете ли что-нибудь готовить, может быть, друг другу? Или когда-нибудь готовили какие-нибудь романтические завтраки, десерты? Сегодня до романтического завтрака не дошло, но вот, думаю, после как раз мероприятия романтический ужин имеет место быть. Имеет место быть. А что вы будете не расскажете нам в своем меню? О, нет, это секрет. Это секрет. Если я его сейчас расскажу, тогда мне нечем будет Кате удивить, и подарка-то не получится. Ну, Екатерина, а вы никогда не готовили Павлу какого-нибудь мясного завтрака? У нас периодически вот такое, да, практикуется, что как бы есть такие какие-то... И что, там тост в виде сердечка? Нет, ну, такого, конечно, не доходило, потому что мое, видимо, кулинарное искусство еще не так совершенно. Ну, мое тоже, видите, я всего лишь раскладываю лишнюю. Да, вот, примерно с вами, видимо, на одном уровне. Вот, но получается действительно вкусно. Я пробовала, поэтому сейчас порекомендую вам. У нас есть звонок телезрителя, давайте, премиум 202-11-22. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Нина. Нина, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, хотите поздравить с Днем Стоя Валентина, своего родного и любимого человека? Двух. Двух даже, давайте. Да, я хочу поздравить своего супруга, вот, с Днем Стоя Валентина, и своего сынульку тоже, Мишу. Супруг зовут Илья, а сына зовут Миша. Как прекрасно и мило. Спасибо вам большое. Как-нибудь будете сегодня особенно отмечать этот праздник? Ну, вечером, да, по какой-нибудь праздничный ужин при свечах. Вот, смотрите, наш десерт, как мы его сделаем, легко и просто. В общем, можете сделать себе такой же, на праздничный красивый стол поставить такую красивую вкусняшку. Спасибо вам большое за звонок. Поздравляю вашего мужа и вашего сына с этим замечательным праздником. И, конечно же, у вас желаю любви и счастья. Спасибо еще раз. Итак, самая главная, самая сложная часть нашего десерта. Ну, вот так это все делается. О, какая краснотища. Мне кажется, наши режиссеры, операторы, все захотят, а вот нет, будем здесь только мы с гостями. Вот так вот. И давайте украсим вишенкой. Уж, для красоты. Так, ну, у нас остается время совсем немного. Я предлагаю вам, Павел и Екатерина, еще раз призвать, наверное, наших телезрителей к себе на праздник. Сказать, что же интересного ожидается, и чтобы все-таки они услышали нас и пришли к вам. Давайте. Камера перед вами. Ну, хотелось главное отметить то, что мы отмечаем праздник, день всех влюбленных, который называем «Встреча в сердце любимого города», так как площадь Куйбыша является довольно-таки большой и праздничной. И как раз-таки на катке со стороны улицы Вилоновская будет стоять большая сцена, на которой творческая молодежь выразит свою любовь к городу. Вот. А вы, молодые люди, можете признаться своей второй половинке в любви прямо на большом экране, в режиме реального времени. Это будет довольно-таки интересно. И если вы сделаете такой подарок, так еще он будет неожиданным. Я думаю, это будет прекрасно. Ну, и, конечно же, один из фишек этого праздника будет флешмоб, который связан с праздничными фонариками. Вот. Но об этом узнают только те, кто придет на мероприятие. Отлично. Заинтриговали, называется. Интригу сдержали тайну. Немножечко приоткрыли, но вот все-таки интересно, сочно получилось. Что ж, спасибо вам. Спасибо вам, Анастасия, за такую прекрасную открытку. Вам за такое замечательное романтическое настроение в нашей студии. Желаю вам всего самого хорошего. Конечно же, любви. Но я думаю, у вас это и так есть. Да? Замечательно. Что ж, вас, дорогие друзья, тоже поздравляю с этим замечательным праздником. Надеюсь, вы проведете этот день вместе. Как вы это проведете, это, конечно же, решать вам. Главное, чтобы вы были с любимым человеком в этот день. Прощаюсь с вами до завтра в 13.05. Встречаемся в студии универсального формата. Спасибо, что были на телеканале Самара Гиз. А мы все-таки пошли пробовать наш вкусный десерт. Так что, приятного нам аппетита. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова